Эй, если ты сейчас попал на эту программу, значит ты здесь не случайен, значит Господь сам лично привел тебя, чтобы ты мог насладиться и посмотреть на вот этого красавца, которого зовут Никит Никитин, который не самовлюблен, но просто любит себя. И на вот этого красавца, которого зовут Данил. Данил, расскажи немножко на эту камеру, чуть-чуть о себе, кто ты, куда ты и зачем ты. Меня зовут Никонов Даниил, мне 21 год, я являюсь сыном пастора Вадима Никонова. Я живу в Санкт-Петербурге уже более 8 лет, и хожу в церковь, ну как всю свою сознательную, несознательную и бессознательную жизнь, я христианин. Здорово, то есть ты ДВР, я понял. Да, да. Ты сказал, что ты здесь недавно в Санкт-Петербурге, 8 лет до этого, где ты был? Я 8 лет в Питере, а до этого я все детство провел в городе Тольятти, в Тольятти, у нас был дом, мы жили у отца, была на тот момент большая церковь, и жили там. Твой образ создает, ну как бы, очень много вопросов вызывает. Противоречивых. Ну да, противоречивых. Ты говоришь, что ты христианин. Это правда, да? Да, да. И ты веришь в Бога Иисуса. Такое. И ты набил татуху последнее воскресенье, как я знаю, да? Да, татуировки. Расскажи, вот немножко про татуировки, потому что я думаю, что этот вопрос интересует... Всех, кто смотрит. Да. Окей. Ну, татуировки я хотел всю, наверное, свою, опять же, всю свою уже сознательную жизнь. Это с какого возраста? Я думаю, что лет с 10-12 я уже хотел набить себе татуировку, смотря на каких-то молодых, еще восходящих тогда мирских звезд. И также не мирских, группа Planets of Death, это P.O.D. Есть такая группа. Ну да, я, кажется, слышал. Очень популярная рок-группа была в 2000-х годах. Ты рокер, да? Нет, я не рокер. Черный цвет, он просто очень спокойный. Мне он нравится поэтому только. Вот. Так вот, я просто смотрел на других, мне это нравилось. Конечно, тогда не возникало вопроса касательно того, у меня лично, что об этом Библия говорит, когда я просто это хотел как картинку. И в 14-15 лет я пришел к своему отцу, пастору, и сказал отец, я хочу набить тебе татуировку. На что он мне сказал фразу, которая, в принципе, может и отсутствовать меня, как бы, воспитание то, которое они мне, как бы, вложили. То есть он сказал, это твое тело, и те решения, которые ты принимаешь относительно своего тела, они, ну, повлекут свой свой только твои, как бы, за тобой личные последствия. И, соответственно, тогда я какое-то еще время раздумывал и пошел сделать татуировку. Но когда я об этом думал позже уже, я понимаю, что если бы мой отец тогда сказал мне, нет, железобетона нет, никаких татуировок в моем доме, я понимаю, что, возможно, возможно, я бы, может быть, это сделал уже в тот же день, просто как назло. Знаю, что у тебя, вот, можно, да, я при этом? Да, пожалуйста. Вижу, ПР-4-23, это притчи? Да, это книга-притчи. У тебя много татуировок на христианскую тематику? У меня в основном вот эта рука, я ее, как бы, направил на то, чтобы сделать христианские татуировки. Какая твоя любимая татуировка? Моя любимая татуировка, да, наверное, нету, наверное, наверное, нету, но у меня есть те, которые мне нравятся. То есть, и самое, что парадокс, мне нравятся сейчас они все, потому что это, то есть, это, на самом деле, куча отдельных татуировок, у всех отдельное значение, я просто их так соединил в одну. Я понял. Ну, хорошо, расскажи немножко про сейчас. Ты в служении находишься или работаешь? Чем ты занимаешься сейчас? На данный момент я по профессии барбар. Это мужской парикмахер, мужской стилист. Вот, стригу в барбершопе. В церкви, служу сейчас в церкви в лень духа и силы. Раньше я служил как диакон церкви, лидер церкви, но на данный период времени из-за большой загруженности в работе, мы по обоюдному согласию решили меня немножко отодвинуть от служения, потому что мне нужно заниматься тем, что, как мои друзья говорят, мамона застала. Но я на самом деле, как бы, ну, то есть, понимаю, что просто служа, ты не сможешь элементарно себя кушать, поэт, купить, покушать, вот. Соответственно, я, то есть, либо полностью в служении, либо полностью в работе, но, опять же, это не то, что я просто работаю и не хожу в церковь. Как-то я работаю, но при этом я хожу в церковь, если нужно, если просят, я помогаю, если нужно, помочь. Вот, расскажи, ты сказал, работаешь барбером, это, ну, как парикмахер, правильно? Это, я бы не сказал, что это парикмахер, потому что мужской клуб, скажем. Мужской клуб, опять же, в кавычках. А ты общаешься о своих ценностях, как крестьянина, ну, рассказываешь? Все на моей работе знают, что я верующий. А клиенты, вот, когда приходят, или ты больше, как, слушаешь? С клиентами мы, если у нас заходит разговор о религии, а обычно, то есть, ты общаешься с человеком, и как, потому что он находится в твоем личном пространстве, ты в его личном, и вам приходится общаться. И у меня нет такого, что я евангелист, потому что я достаточно спокойный человек, и у меня как-то, вот, у меня не было никогда вот этого призвания евангелиста, вот, но какие-то личные идеологии, которые подкреплены личным какими-то знаниями и ценностями, в них, конечно, присутствуют. То есть, вера не без этого, ну, в смысле, без этого никак. Ну, а кто для тебя Бог вообще? Я думал, честно, над этим вопросом буквально вчера, потому что знал, что он будет. И, да, и, знаешь, я пришел к такому выводу для себя в очередной раз, то, что Бог, как я всегда видел Бога, я смотрел всегда на своего Отца, потому что Бог Отец, Сын и Дух Святой. И если мы говорим про Бога Отца, то я к Богу Отцу отношусь именно как к Отцу. То есть, несмотря на все мои косяки, все мои какие-то недочеты или когда я такой, знаешь, как маленький ребенок, я могу всегда к нему прийти. И вот отношение у меня к Богу такое же, как к Отцу. Это почтение, то есть, ну, это Бог, то есть, он безграничный, его много. Как у тебя происходит разговор, то есть, с Богом, как он проявляется в твоей жизни? Знаешь, это как учат, что говорят, мы все просим у Бога, просим, просим в молитвах, нужно благодарить. И вот я вот считаю, ну, как я на свою жизнь смотрю, мне кажется, что я, у меня есть вот это вот понимание золотой середины, что я умею благодарить Бога, но иногда я прихожу и просто разбитый, просто как конючий, говорю, что, Боже, я не знаю, что с этим делать, забери это, я не знаю. Поэтому разговор мы с Богом, это либо благодарение, либо просто непонимание того, что происходит. А на сколько часто ты читаешь Библию? Можно я, да, обращусь к своей электронной Библии? Ты знаешь приложение Holy Bible? Ее version. Сегодня 415-й день, как я подряд читаю Библию, я решил пройтись по такому марафону. Это сложно, невероятно. Это просто, то есть я 415 дней подряд каждый день открывал Писание. Когда-то я читал просто стих дня, но сейчас я читаю Библию по плану, годовой план Библии. Воу, воу, вот это круто. Я думаю, что на самом деле это значит, это две вещи значит. Это очень круто, что ты открывал Библию, но это еще и значит, что у тебя 415 дней подряд был интернет. Да, это тоже значит, но не всегда. Когда ты в отъездах, тебе приходится жертвовать роумингом, чтобы читать Библию в электронном варианте. Поэтому, да, я читаю Библию каждый день на данный момент и не собираюсь пока останавливаться. Мы сейчас проверим, насколько хорошо ты знаешь Библию. Всего 5 вопросов будет, потому что я понял, что ты все-таки серьезный гражданин. Итак, рубрика «Знание Библии». Это последняя книга Нового Завета. Как она называется? Откровение. В какой Евангелии можно найти историю о выращивании семян? Деяния святых апостолов. Марк, Лука или Иван? Давай это будет в Луке, потому что это самое длинное. Но я тоже не знаю. Это книга Марка. Ну нет, ну... Сколько лет было Иоосу, когда он стал царем? Я не знаю. Можно сразу? Да. Ему было 7. Ну ты молодец. Это было хорошо. Спасибо тебе. Еще несколько вопросов, и, наверное, будем тебя отпускать. Какие у тебя... Ну вот, я слышал, что в школе у тебя были вообще с другими ребятами не очень отношения. Когда ты начал включаться в такую большую христианскую жизнь, и какие у тебя были христианские друзья или нет? Я понял вопрос. Ну, у каждого ДВРовца, если можно так сказать, есть период до, есть период после. В любом случае, как у любого другого человека. Когда у тебя есть родители, которые верующие, которые вводят тебя в церковь, хочешь ты там или не хочешь. Можешь ты или не можешь. Вот. И есть период, когда ты сам осознанно приходишь к Богу и говоришь, все, Бог, я твой. Вот. И, соответственно, у меня всегда были верующие друзья. И также всегда были много неверующих знакомых. Я не могу сказать, что я дружил прямо с неверующими, но очень близко мог с ними общаться. И вполне себя, ну, нормально чувствовал всегда. Вот. Как бы ты воспитывал своих детей? Я бы воспитывал своих детей, наверное, так же, как мы воспитывали меня, только я бы ввел, да, какие-то корректировки. Например, ну, да. Мои родители, учитывая то, что у меня татуировки, там, я хожу в черном, говорю, что думаю, вот. Мои родители воспитывали меня в некой свободе. Опять же, есть грань определенной этой свободы, вот. Но вот самый важный, наверное, принцип, которым меня отец научил, то, что в любом случае жизнь твоя. Я не смогу из тебя сделать себя, и ты не сможешь быть ни с собой. Я, то есть... Это твоя жизнь. И то, что происходит в твоей жизни, это ты несешь за это ответственность. Поэтому... Это очень мудрое решение. Ну, хорошо. Вот тебе нужно передать два. Два совета, два... Нет, сначала давай передай просто главный свой жизненный принцип на камеру гражданам разных стран мира. Окей. Ну, на сегодняшний день я думаю, что мой жизненный принцип... В ходе жизни они всегда меняются, и у них разные формы приобретают. Но на сегодняшний день я считаю, что мой жизненный принцип и то, что, в принципе, внутри меня откликается, это то, что у тебя всегда есть выбор. Потому что, если мы говорим там про Бога, да, Бог никогда не заставляет. Он всегда говорит. Это твоя жизнь, и как ты с ней распорядишься, так и будет. И поэтому то, что происходит в моей голове, это просто нужно фильтровать через призмы Бога и просто быть, несмотря на это, в свободе, в адекватной христианской, мирной свободе. Это очень круто. Я хотел бы сказать тебе спасибо за программу, за твою откровенность. Но прежде, с 5, топ-5 твоих любимых групп музыкальных. Музыкальных групп? Да. Я всегда это, топ-5. Я слушаю не только христианскую музыку. О, ладно. Расходим с игры. Да, но... Многие пастора, знаешь ли, любят тоже Линкен Парк, там все это, это история. Нет, мне сейчас, я очень люблю поп-музыку, мне нравятся исполнители, это группа Лэйни, это калифорнийская группа, не особо популярная в России. Также исполнитель Лауф, это тоже парень, тоже со Штатов. Вот, если дальше мы идем, христианская музыка, это Бесл, несомненно, потому что, как они ворвались в этот христианский музыкальный мир, вот, и потрясли всех, тоже несомненно. С них как-то вот кайфуешь. Джулия Майклс, певица, тоже поп-музыки. И Хилсонг, Хилсонг Весть, наверное. И это вот классика, золотая классика. Ну, хорошо, спасибо тебе, дорогой, за программу, нам очень понравилось. Надеюсь, что эта программа послужит вам, дорогие друзья. А мы будем заканчивать, пишите ваши вопросы и задавайте. Мы будем ждать вашей рецензии. Если что, мы скажем нашему дорогому гостю, что вы на самом деле думаете о татуировках. Ладно, всем большое спасибо за программу. С вами были ваши замечательные ведущие. С вами был я, с вами были операторы, наши друзья. Значит, ну и с вами был Бог. И мы будем с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok